Всем добрый день. Сейчас ждем, когда подключится второй наш спикер. Меня зовут Анна Миронова. Скоро Новый год. Уже буквально вот-вот. Скоро-скоро. Так. Мы ждем-ждем. Ждем, когда подключится у нас Ксения. Сегодня у нас будет очень интересная тема. Мне хочется обсудить с Ксюшей те моменты, которые внутренние, наверное, такие эмоциональные моменты, когда мы на подъеме, на подъеме, на эмоциональном, да, энтузиазм, у нас все получается замечательно, потом в какой-то момент может что-то раз и не получится, и мы опускаем руки и перестаем что-то делать. Так вот, как из этого эмоционального состояния выйти и снова начать продолжать бизнес, свои какие-то дела, да, достигать целей. Так, Алена, привет. Привет-привет. Сейчас мы ждем, когда Ксюша подключится. Ждем-ждем. Секундочку. Так, сегодня мы и поздравимся с Новым годом, и, конечно же, поговорим на очень интересную тему. Сегодня будет интервью. Интервью Ксении Кувшиновой. Я даже блокнотик с собой вот, да, взяла. Ручка у меня есть. И какие-то интересные моменты буду записывать. Так, ну что, ждем. Ждем-ждем. Новый год буквально уже скоро. Вы знаете, говорят, что год свиньи, который наступает, да, как говорят, желтой земляной свиньи, он приносит удачу тем, кто занимается бизнесом, тем, кто упорный, да, настойчивый. Поэтому, в принципе, это наш с вами год. И будет все замечательно, так как мы в бизнесе. Так, так, так. Ждем. И я тоже рада видеть тебя, Алена. Я думаю, что если будут вопросы, то ты пиши, ладно, в чате. И мы с Ксюшей на них ответим обязательно. Потому что тема очень важная, интересная. У меня у самой были такие случаи, ситуации, да, когда что-то не получается. Делаешь, делаешь. А раз что-то не получается, настроение падает, руки опускаются. И вроде бы внешняя мотивация есть, да, ее достаточно, там, ну, что касается нашего бизнеса, да, конференции, там, банкеты. Другие лидеры, да, достигают каких-то целей, высот. Но что-то вот тебя, да, это не мотивирует, да. И думаешь, что, да как, почему, почему. И оказывается, оказывается, вот у меня так получилось, да, и Ксюша поделится своим опытом, что начинаешь снова двигаться, активно, да, активно работать и достигать своих каких-то целей тогда, когда появляется твоя личная цель, твоя личная мечта. Причем не важно, какая она. Это может быть, ну, вот у меня было, да, это банкетное платье перед, когда квалификацию, да, открывали и закрывали квалификацию директора. На тот момент это было как раз вот банкетное платье. Потом меняются, да, мечты и цели меняются. И нужно просто найти свою вот эту вот мечту, цель, чтобы продолжать двигаться и делать действия. Так, где же у нас Ксения? Секундочку. Так, 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 как бы сделать. Так, сейчас, секундочку. Так. 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 Сейчас я отправила Ксюше сообщение. Сейчас посмотрим. Должна присоединиться. Очень интересный сегодня будет такой мини-эфир прямой интервью. Сейчас подождем. Пока скажу пару слов про Ксюшу. Ксения Кувшинова, она в нашей с вами команде. В моей команде. О, Лена, привет. Привет, привет. С наступающим Новым Годом. Счастья, любви, благополучия. Вот и Ксюша к нам присоединилась. Ксения, давай присоединяйся. Счастья, я пока тебе промоушен сделаю. Так. Секундочку. Хорошо? Хорошо? Да, конечно. Да. Друзья, я хочу вам сказать, что я вам красавица. Красавица. Просто очень активно, очень активно. И очень, очень, очень. Девушку, с которой я хочу общаться. Область, да. Скажу, где я буду встречаться. У меня даже чуть больше, наверное. И, да. Сегодня я бы хотела поговорить с Ксюшей как раз о мотивации, да, внешне, либо внутренне. Потому что у Ксении сейчас очень активно развивается ее бизнес. И был тот какой-то момент, когда Ксения, наверное, приняла какую-то решение. И вот этот поворотный момент наступил. И вот это очень интересно для многих из нас. Потому что, как я уже вначале сказала, бывает, мы уже ставим галактику, все не получается. И так далее. А как продолжать? Вот об этом сейчас я вам в Ксении не расскажу. Потому что в Ксении огромный опыт личный. И Ксюша поделишься. Хорошо? Да, конечно. Так, Ксюша, вопрос. Наверное, вот один будет такой, но большой вопрос. Скажи, пожалуйста, как у тебя складывался путь в Арифлейн, да, вот с того момента... Ой, простите, телефон упал. С того момента, как ты присоединился к компании Я уверена, что познакомимся. Аня, спасибо большое за промоушен. Так приятно. Вот, знаешь, тоже хочу тебе сказать, что твои люди дублицируют спонсора во всем. Включая то, что у красивой девушки, красивые девушки и женщины в команде. Все красотки. Итак, отвечая на вопрос, я в команде, в компании Арифлейн уже 9 лет. И у меня были абсолютно разные периоды. Были периоды, когда я чисто покупала продукцию для себя со скидкой. 4,5 года я покупала тушь 5 в одном, и то не каждый каталог. И, наверное, бы ничего не поменялось, да. Вот меня они, потому что приглашала на разные мероприятия. Она мне давала посмотреть диски, она мне давала почитать книжки. Что-то я читала, что-то я смотрела, но это никак на меня не повлияло, пока моя жизнь не изменилась и пока я не приняла конкретное решение, что мне надо зарабатывать. Я ей позвонила и конкретно, конкретно я попросила, Аня, научи мне, пожалуйста, зарабатывать, мне нужен дополнительный доход. С этого периода началась более такая активная карьера в моей жизни. Ну, как карьера, да, то есть я уже стала покупать не только раз там в 2 месяца себе тушь, да, раз в 3. Я стала работать с клиентами. Я познакомилась со всеми соседями в своем доме. У нас было два подъезда, новый дом, и это были мои самые первые клиенты. Сейчас я там уже не живу, но с этими людьми я уже, получается, порядка 5 лет дружу, общаюсь. Очень их люблю, ценю и уважаю. И они до сих пор у меня, собственно, заказывают, до сих пор мои клиенты. Некоторые даже стали моими консультантами. Был длительный период, когда я чисто вот на продажах, наверное, ну, как дополнительный доход использовала от множества Reflame, то есть, ну, работала по инерции. Я вышла из декрета на работу на основную, вроде как у меня есть оклад, вот эта вот, знаете, стабильность, о которой все у нас в жизни мечтают. Времени, конечно, оставалось мало, и я не бросала только потому, что я знала, что меня люди ждут. Я знала, что они мне говорят там, ну, они меня встречали, подъездили, говорили, слушай, да когда зайдешь с каталогом? И вот эта вот совесть моя собственная, она не позволяла мне оставить, то есть у меня тоже была причина, чтобы не бросить, потому что у меня были люди, у меня была ответственность за них. Один раз я попробовала уйти из, вообще, с работы официальной, да, вот чисто в бизнес. Но, видимо, надо все-таки к этому готовиться, потому что первый раз у меня не получилось. Я думаю сейчас, что это связано именно с моим уровнем сознания на тот момент, то есть сейчас я тоже нигде не работаю, я чисто в компании Reflame, но тогда я как это себе видела, то есть я видела, что это свобода, когда хочу, тогда я работаю, что я могу выспаться, что я там могу это совмещать с ребенком, да, действительно бизнес можно совмещать с ребенком, с работой, с личной жизнью, со всем прочим, но для того, чтобы был какой-то результат, необходимо очень много работать. И именно, когда я второй раз, когда меня сократили 25 июня, я уже совсем другим осознанием пришла в этот бизнес. Вот, что могу сказать, периоды, на самом деле, бывают тратные, периоды осознания, ну вообще возможности, которые вы хотите использовать, у меня были разные. И каждый раз на изменения меня толкали какие-то прям весомые причины. Если первый раз чисто в бизнес я ушла, потому что ну вот я там устала работать, там я устала от жесткой банковской системы, я не хотела вот этого гнета, я не хотела задерживаться на работе, потому что я не видела практически своего маленького ребенка, то прошлое, вот сейчас я ушла совсем по другим причинам, потому что, ну во-первых, я уже хотела уходить по тем же самым, потому что, ну сложно мне работать с начальством, ну не то, что сложно, как-то. Я не против много работать, я против, когда это из-под палки приходится делать, когда там у тебя есть свои дела, и ты не можешь никак совмещать, ты всю свою жизнь обязан, так сказать, посвятить рабочим делам, а у тебя там, извините, у меня там семья вообще-то есть, там у меня ребенок, мужчина, которые хотят внимания, и я хочу ему время уделять. Вот, и сейчас я только в компании Reflame работаю. Мне часто задают вопрос, а, мне говорят, люди, тебе так повезло, ты работаешь на себя, ты можешь выспаться, так вот, ребят, девчат, я встаю в 6.30 утра, я ложусь в час ночи, я, да, у меня есть возможность там поспать лично, но я не скажу, что это часто происходит, я сплю по выходным, да, ну я себе определила, что у меня пятидневка, рабочий день, да, я подстраиваю свой график под эту пятидневку, соответственно, просто остальное время больше, более продуктивно работаю, да, я могу прийти домой в 4 и отдохнуть, ну, когда я уложила ребенка в 10, я начинаю работать. Какая у нас работа, помимо работы с клиентами, то есть это административные какие-то дела, это сделать заказы, это сформировать заказы, это красивые бумажки клиентам сделать, возможно, подготовить какие-то материалы или еще что-то, продумать, с кем на встречу пойдешь, прописать план на следующий день, подготовиться, потому что если мне надо, например, поздно вернуться, и я там прошу своего мужчину как-то, ну, подстраховать меня, да, чтобы он ребенка забрал из садика, я готовлю ужин, готовлю его с утра, с следующего дня, чтобы он пришел и просто разогрел. Ну вот договариваться в любом случае надо, поэтому результаты, это, конечно, это труд. Я много работаю, честно скажу, хоть на себя, но мне это в удовольствие, потому что здесь нет начальника, здесь что-нибудь говорить, там, типа, ну что, ну что, где планы, какие планы, здесь сама понимаю, чего я хочу, и вот я так активно, я стала очень активно рекрутировать последние два каталога 16-17, до этого как-то, честно, рекрутинг у меня не очень шел, просто я подумала, чего я действительно хочу, я поставила себе очень амбициозную цель, я решила себе приобрести квартиру себе, ну понятно, что я там жить буду с семьей, да, но я вот хочу, ну вот, хочу, вот, я хочу свою квартиру, вот прям свою, для этого нужны деньги, и вот как только я поняла, какую квартиру, где я хочу, я выбрала уже дом, я выбрала застройщика, я выбрала район, я знаю, сколько она стоит, я выбрала этаж, я все выбрала, и знаете, как-то люди стали рекрутироваться, и заказы они делают, и процентный уровень растет, все начинается с вас, с вашего, чего вы хотите, если вы не знаете, куда идти, если вы не знаете, чего хотите, то и результата, скорее всего, не будет, потому что у меня все пошло, вот каждый раз у меня что-то начиналось такое масштабное, именно тогда, когда я четко видела цель, куда я иду. Ну, все, наверное. Спасибо, Ксюша. Спасибо, я даже здесь и сказала некоторые моменты, которые ты озвучила, и, вы знаете, я хочу, наверное, присоединиться полностью к словам Ксении, и, конечно, как я уже вначале говорила, что у комплекса начинается активное действие только от личных мечт и целей. И скоро Новый год, давайте перейдем к поздравлениям, да, сегодня у нас прямой эфир будет такой короткий. Ксюша, что бы ты пожелала нашей команде, вообще людям, которые в бизнесе, ну и просто на будущий год, пожелаешь что-нибудь? Как я люблю желать чего-нибудь хорошего. Ну, раз все изменения начинаются с нас, я всем-всем желаю понять, чего хотите именно вы. Потому что очень часто бывает, когда вроде в обществе принято хотеть там свою квартиру, свою машину, но пока вы действительно этого не захотите, да, этого, ну, не сбудется. Найдите свою цель, цель там, мечту свою, которая будет греть вас изнутри, зажигать вас изнутри, благодаря которой вы будете просыпаться с утра, вставать и делать, потому что, когда появляется цель, когда вы знаете, куда вы идете, соответственно, у вас появляются и силы, и вдруг откуда-то приходят такие решения, которых бы ты никогда не принял, если бы этих вот целей не было. Я была на большой встрече Reflame у нас в Екатеринбурге, она проходила 22 декабря, и там я услышала от топового лидера очень хорошую фразу, стрела, летящая в цель, не замечает пейзажа. Будьте стрелами, которые летят в цель, не обращайте внимание на мнение, негатив, там, если он, конечно, есть, еще какие-то препятствия, которые вас останавливают, идите к своей цели, в этой компании возможность достичь всего, надо просто поработать. Ну и, конечно, здоровье, счастье, потому что, ну, здоровье, велнос пьем, здоровье, потому что без здоровья нет сил больше ни на что, ну и личного счастья, потому что, когда мы счастливы, все дается гораздо легче. Вот, пусть у вас все сбудется. Поздравляю с наступающим Новым Годом. Спасибо, Ксюша, огромное. И я от себя только-то поздравляю с наступающим Новым Годом. Пускай он будет счастливым, пускай он будет знаменателем, знаменателем. Пускай мечты сбываются. И я согласна с теми абсолютно, что ради своих мечт нужно потрудиться, что результат – это труд. Ксюша, вот эту фразу просто как девицу записала. Поэтому действуйте, и все равно будут новые результаты, а новые результаты – это новые мечты, это ваша жизнь, и это ваши семьи, и все все будут счастливы. Любите друг друга, будьте счастливы, и уже до встречи в следующем, в новом 2019 году. Всем спасибо. Пока-пока.